Бесплатная диагностика в больницах и разрешение на строительство без коррупции. Все это станет для украинцев реальностью уже в ближайшем будущем. Так утверждают в правительстве. Кабмин сегодня презентовал сразу несколько нововведений. Каких узнаем от Ольги Теребинской. Бесплатная диагностика и анализы в больницах. Такие нововведения в сфере медицины ожидают украинцев уже с 1 января. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Гройсман. Также, по словам премьера, предусмотрено и существенное увеличение финансирования в системе экстренной медицины. Люди ж нередко говорят про то, что они приходят в лекарню. А им говорят, иди на УЗИ, заплати гроши. Иди, сделай анализы, заплати гроши. Мы заклали уже в кошты в государственном бюджете на наступный рік. Как парламент ухвалит это решение, то с 1 сентября все такие дослежения будут безкоштовными. Нововведением наступного года будет также вопрос экстренной медицины. Мы закладываем миллиард, мы закладываем возможность спефинансирования реформы экстренной медицины. Новый транспорт, новые знания персонала, новая заработная плата. Также в 2019-м продолжат программу «Доступные лекарства», по которой только в этом году уже выписали около 25 миллионов рецептов. Но главной темой заседания сегодня стала новая система прохождения разрешительных процедур в строительстве. Ведь коррупционные схемы, сопровождающие процесс застройки, вредят в первую очередь людям, которые платят высокую цену за некачественные квадратные метры. Будуются величезные багатоповерховки, ущельняется забудова, натомість земли передаются без аукционов, что делает громаду беднейшую. Паява участь або сплачуется не в полном обсязе, або взагалі не сплачуется, это миллиарды. Проектують одне, потім збільшують поверховості, обсяги забудови і так далі, потім коррумпують чиновників і намагаються якимось чином домовитись про введення об'єктів в експлуатацію. Онлайн-платформа «Прозрачна Агаси» – открытая система рассмотрення разрешительных документов в строительстве. Благодаря этому сервісу заказчики строительства смогут в режиме онлайн отслеживать каждый этап обработки поданной в Госархстрою інспекцію документации. Якщо ще 3-4 роки назад це був, мабуть, найкоррумпований орган, то сьогодні ми від цього повністю відходимо. І запуск цієї платформы – це свідомий крок по боротьбі з коррупцією. По словам вице-прем'єра Геннадія Зубко, така платформа важна і для людей, які виступають проти незаконних застроек. Они змогут увидеть, що происходит на їх території і яким образом принимаються решення. Чому нам важливо, щоб місцеві органи архітектурно-державного контролю підключилися до цієї системи? Ми точно хочемо, щоб кожен мешканець в тому чи іншому місті, в той чи іншій громаді чітко бачив, коли будувається об'єкт, чи є на нього дозвільні документи, чи нема, як ким чином вони були видані і найголовніше, в якому стані перебуває розвиток цих документів. Кроме того, с 1 ноября Госархстрою інспекція откроє доступ к інформации о проведении внепланових проверок. Так же грядут масштабные проверки строительних компаний. Кабмині недовольны, що багато підприємства уклоняються від уплати налогів. Ольга Теребінська, Владимир Самченко. Подробності. Телеканал «Интер». Дякую.